Замена окон в детском саду, реставрация уникальной Калязинской колокольни, включение Лемешевского кольца в реестр туристических маршрутов. Эти вопросы обсудили с главой региона, жители Верхней Волжья. Губернатор Игорь Руденев в предновогодние дни провел очередной прием граждан. Подробности у Валерии Королевой. В реестре туристических маршрутов Тверской области достойно местно должно занимать Лемешевское кольцо, считает оперный певец Виктор Васильев. Легендарный тенор Сергей Лемешев родился в деревне Старая Князева Тверской области. Это место популярно среди меломанов и артистов. Глава региона пообещал дать соответствующее поручение, чтобы в следующем году Лемешевское кольцо вошло в реестр официальных туристических маршрутов Верхней Волжья. Маршрут – это 10 населенных пунктов. Это и Волынцево, и Князево, и Стрениево, и Малый Хутор, и Рождество, и Медное, естественно, и город Твери, конечно. И во всех этих населенных пунктах, там есть мемориальные двоски, ровно 12 штук. 4 памятные знака, 2 памятника Лемешева. Еще один вопрос, касающийся туристического объекта, пришел задать главе региона экскурсовод из Калязина Сергей Круглов. Его и как жители города, и как работника сферы туризма волнует проблема сохранения уникального объекта – колокольня Николаевского собора, построенного в 1801 году и впоследствии затопленного. Сегодня конструкция требует ремонта. Все видят, что там большие разрушения, траты штукатурного слоя, трещины, размытие искусственного острова, который был создан еще в 80-е годы. И вот мне хотелось бы еще раз обратить внимание Игоря Михайловича на этот объект, потому что к Калязину повышенный такой интерес за последние годы. В настоящее время разрабатывается необходимая документация. Для Тверской области этот объект имеет особое значение. Его реставрации – огромная ответственность, отметил Игорь Руденя. Там очень большой объем работы, но компания, которая делала в предыдущие годы работы по укреплению, по консервации колокольня, она же делает через документацию. Мы внимательно посмотрим документацию, пригласим специалистов, деньги у нас на реставрацию заложены. После ремонта планируется на колокольне обустроить смотровую площадку и открыть для посещения. С проблемы ремонта пришла и на личный прием к губернатору жительница Торжка Юлия Ершова. Торжокский детский сад номер 12 был построен в 1987 году. Окна все те же деревянные, пришедшие со временем в негодность. С момента постройки не менялись, поэтому проветривать группу очень сложно. Мы обращались и собирали подписи с родителей к нашему депутату по нашему округу в городе Торжке. Но денег не оказалось, не выделили. Пришлось обращаться уже выше. Цена вопроса, по словам участницы встречи, полтора миллиона рублей. Это почти 20 больших стеклопакетов. Игры Рудэ не отметил, выполнение работы будет включено в план на 2021 год. В этом году уже в рамках регионального проекта, который начал работать в 2018 году, 37 детских садов региона получили 50 миллионов рублей на улучшение материально-технической базы.